Сегодня я хочу наконец-то уже договорить свои впечатления о устроенной недавней ретроспективе «Звездных войн», о последней серии моих этих впечатлений, потому что, как я уже раньше говорил, пока что возвращаться к новой трилогии от последнего времени к эпизодам 7, 8, 9, у меня нет никакого желания. Мне не понравилось, мне не нравится, когда убивают любимых моих героев, любимых с детства, какие-то непонятные люди, которым я не давал такого права на этот отстрел моих любимцев. Поэтому вот пока что я не созрел для того, чтобы пересматривать эту всю «Звездно-войническую сагу» в полном объеме. Ну, все-таки от Хана Сова и от Изгоя один не смог удержаться и их пересмотрел, ну, потому что все-таки это приквыло, значит, там все основные еще жило, а кто погибает, ну, значит, мы еще не вполне успели к ним привыкнуть, и, в общем, ну, что делать, в общем, это таковы законы кино. Вот, но вот если говорить об истории Скайлокеров, я заканчиваю, закончил уже, и вот сейчас заканчиваю свой рассказ о впечатлениях, все-таки на «Возвращение джедая», то есть это оригинальный эпизод 6, фильм 1983 года, и, как известно, и о чем я уже говорил в прошлый раз, касаясь «Империи», наносит ответные удары. Джордж Лукас в те годы, он, ну, вот решил уйти, что называется, не то чтобы на покой, но уйти с суеты съемок, с шума павильонов, с необходимостью работать с актерами, там что-то там изображать, что-то им показывать, что-то им объяснять, он решил вот всю эту мутату передать нанятому ему постановщику, скажем так, ремесленного плана, который бы вот исполнял бы все его, вот, скажем так, хотелки, в то время как Лукас бы отсиживался вот где-то там в монтажной, где-то в офисе, ну, может быть, иногда там наведываясь на площадку, просматривая материалы, но все-таки ограничиваясь, скажем так, функциями даже не столько продюсера, сколько художественного руководителя, что тоже, конечно, необыкновенно важно, и мы понимаем, что это в любом случае проект Джорджа Лукаса, ну, единственное, вот формально все-таки в титрах режиссером значится Ричард Маркуант, к сожалению, вот, ничем более этот режиссер вроде бы каким-то великим себя, ну, не проявил, и, к сожалению, вот, вскоре после возвращения джедаев он и умер довольно-таки рано, так судьба его сложилась, но в любом случае, вот, само участие, конечно, в этой легендарной истории, великой, любимой, вот, на протяжении уже многих лет, да, вот, ужасно, конечно, ужасно так подумаешь, вот, вроде бы, только недавно 40 лет исполнялась новая надежда, вот, первой серии, о четвертом эпизоде «Звездных войн», вот, казалось, всего 40 лет, а теперь уже больше 40 лет возвращения джедая даже, как быстро все, как быстро идут годы, и, конечно, вот, с годами, особенно уже, конечно, с позиции моего возраста, все отчетливо и понимаешь, что, ну, возвращение джедая, это, конечно, детский сад, конечно, какой-то сплошной, то есть, если раньше все-таки всегда отдавал, ну, скидки, ну, да, да, то есть, вот, в общем, и даже было что-то там весело, эти все, эти медвежата, эти эваки или эвоки, все эти куколки, ну, конечно, так, веселило. Сейчас же, конечно, уже я смотрел на этот фильм, не то чтобы с раздражением, он все равно по-своему мил, но вот это уже такая сказка-сказка. Я не раз уже тоже отмечал в своих рассказах, что Лукас, он, собственно, всегда и говорил, это сказка, то есть, это и зачинывал вот с этим пролог давным-давно, вот, далекой-предалекой галактики, принцесса, принц, злой рыцарь, добрый рыцарь, все это как бы у него присутствует, то есть, никогда не следует воспринимать эти звездные войны как нечто другое, иногда всегда следует ставить вот первую вот, в основу размышления об этом все-таки, что это сказка. В этом отношении как раз вот новая трилогия, уже новых лет от этого заметно отходит. Они как раз уже сделаны в новом каком-то совершенном духе, и сказочного там все меньше и меньше. Вот, и вот, конечно, если говорить о первых, основных, скажем так, шести эпизодах, то «Возвращение джедая» это ближе всего даже не столько к сказке, сколько вообще к такому детскому утреннику, потому что как раз, может быть, о сказке здесь уже не так и много, но только вот перенаселение этого мира вот этих условно-волшебными существами, ну, хотя почему они волшебные? Они волшебные для нас, в смысле, на земле этих эвоков, или как их там зовут, их нету, да, но мы их воспринимаем как таких добродушных, отчасти добродушных, да, потому что не забываем, что поначалу-то они хотели героев съесть, а вот, ну, все-таки таких медвежат, которые, да, то есть, что-то там смешное изображают, ну, и понятно, что тут, вероятно, Лукас повелся на популярности игрушки йоды, которые наверняка уже к тому времени стали выпускать, и он понял, что нужна еще какая-то еще более крутая игрушка, которая еще большее было применение, распространение получил бы во всяких этих универмагах и супермаркетах, и вот были введены вот такого рода персонажи, которые, вот, они, с одной стороны, действительно добавляют веселье, но с другой, ну, они, конечно, так, в общем, заставляют задаваться вопросом, а при чем здесь Звездные Войны вообще? И, кстати, в этом отношении очень ведь любопытно, а если проникнуть в ту часть вот этой вселенной, которая не перенесена на экраны, которая осталась на бумаге, ну, как известно, Звездные Войны практически сразу начали расширяться и в формате комиксов, и в формате новелизации, и более того, дальше уже в формате просто, ну, вот, каких-то романов на основе, с участием тех или иных героев, вот, развивающую всю эту вселенную, открывающую новые горизонты, что называется, новые звезды, новые планеты. Так вот, если вот так попытаться в нее проникнуть, я некоторые романы из этой Звездные Войны человеческой серии читал, которые у нас были переведены и изданы на русском языке, так ты невольно ловишь себя на мысль, что каждый раз, ну, может быть, не каждый раз, но очень часто, это очень земные истории. То есть это истории, которые вполне могли бы произойти на Земле, ну, которые, они облачены в удобную упаковку, что время от времени герои, ну, садятся в космолет и перелетают, допустим, на другую планету, или там выпускают в ход, там, те же бластеры, или еще какие-то космические штучки, какой-то там антураж есть вот такой фантастический. Но по сути своей, ничего такого сверхкосмического в этих историях нет. То есть, ну, там, может быть, что какая-нибудь там иногда произойдет звездная битва, ну, которую, условно говоря, вполне можно представить, если бы это была битва на море и океане какого-нибудь, да, с кораблями, ну, или с теми же самолетами, ну, в воздухе, да. То есть, конечно, вот этот антураж космический, он очень многим историем, он добавляется, вот как, не то чтобы в нагрузку, а наоборот, скажем так, уже земная история идет в нагрузку к этому антуражу, потому что понятно, что в этой упаковке продать любую земную историю гораздо проще, да, когда эта земная история стала вдруг космической, хотя, по сути, ничего не изменилось. И вот у меня такое ощущение, что, конечно, возвращение джедая в этом плане из всех этих эпизодов, которые, вот, можно сказать, луковских так или иначе, она максимально приземленная, потому что очень много времени действительно занимает вот эта, даже не разборка в лесах, а вот какое-то такое их приключение, значит, там и погоня в лесах, и потом вечеринка, собственно, с этими мишками, и уже последующая тоже, как бы, атака на вот этот, на центр, ну, на это помещение, где находится этот генератор. Волей-неволей задумываешься, то есть, как всегда, происходит все в последний момент, да, а накануне они не могли напасть, то есть, они прибывают на планету вот днем, попадают сперва в плен, а потом и в гости к этим аборигенам, проводят у них веселой вечер, чего-то там, значит, говорят и так далее, и только на следующее утро снова вступают в атаку. А вот вечером, а ночью они, конечно, напасть не могли, конечно, но кто ж ночью-то нападает. И потом, и в итоге оказывается, вообще, что там все до последнего, что Хан отключит генератор, он отключит, он непременно все успеет. Он бы успел, если бы не бухал, что называется, накануне, да, если бы не, вот, выбрал приоритет, да, когда, когда ему следует этот генератор отключать. Ну, предположим, конечно, что у них было все настолько запланировано, что он раньше, ему вырубать генератор не имело бы смысла, потому что это бы обеспокоило империю. То есть, конечно, это все можно логически оправдать, но, тем не менее, все время, вот это, ну, вот я сейчас пересматриваю, эта мысль вертелась в голове. Ну, блин, ну, сделайте заранее просто. Нет, заранее тоже, наверное, сделать было нельзя, так что мои претензии к этому безосновательны. Ну, возвращаясь к детскому утреннику, конечно, здесь подчеркивается этот утренник еще и музыкальным номером с участием Кукова, но это еще до, что называется, до этих мишек. Там, напомню, что начало-то как раз связано напрямую с империей наносит удар, когда судьба Хана Соло оказывалась такая под вопросом. Объясняется это, кстати, очень рационалистично. Если почитать подробнее про Звездные войны, про историю создания фильмов, то вы узнаете, что у Харрисона Форда был просто подписан контракт на два фильма, и Джордж Лукас его заморозил, его переносит удар, вот просто, ну, чтобы он не мог его убить, не мог оставить в живых, и вот он просто буквально подвесил его судьбу на такой, на ниточке. Если Форда подпишет контракт, он живет, его разморозит. Если не подпишет, ну, может, что-то там придумается так. То есть, в общем-то, только этим все это и объяснялось, но все равно так элегантно вышло, скажем так. Ну, и вот там, значит, вот в приемной, скажем так, этого Джаббы Хата, вот этот музыкальный номер, который, конечно, совершенно не вяжется вроде бы вообще с логикой происходящего, ну, в «Новой надежде» тоже там что-то там играли такого в похожем баре на том же самом татуине, и что-то там такое веселое тоже происходило, но вот разве что в возвращении джедая это уже обострено до совсем какого-то такого предела. И как раз в связи с нынешними временами, вот, ну, отчетливо, конечно, ты видишь, что это все куклы. Лукас пытался, конечно, это подправить в каких-то моментах, где-то он больше фантастичности добавил при вот очередном, вот, как бы, ремастеринге оригинала, ну, за что его многие ругают, другие, наоборот, хвалятся. Ну, то есть, вот к вопросу, зачем все это было делать, зачем вносить какие-то такие радикальные исправления в свой же оригинал, на что Лукас говорил, что это мой же фильм, что хочу, то и делаю, да. И, ну, тем не менее, вот уйти от этой, как бы, от очевидного все равно не получалось, но, с другой стороны, да, куклы, ну, мы же понимаем, что это все-таки какой там конец 70-х, в данном случае 83-й год, ну, то есть, еще не все, как бы, спецэффекты были на таком уровне, чтобы, ну, совсем все безупречно было. И радуемся уже тому, что космос сам, безусловно, очень выразил, получился и до сих пор весьма выразительно смотрит. Также для привлечения, конечно, внимания, что уже не совсем, как бы, это утренник, конечно, но, тем не менее, заметно, в общем, какая-то такая, ну, выделяется здесь, скажем так, даже не столько в фильме, это заметно, сколько на огромного количества разнообразных фотографий, которые заполнили, ну, сейчас заполняют интернет уже спустя годы, но это Лея в бикини, Савша тоже, скажем так, я бы сказал, специфическим секс-символом, совершенно, ну, на мой взгляд, безосновательным, потому что Лея хорошо смотрелась и, ну, своих таких, как бы, ну, в таких балахончатых одеждах, так скажем так, просторных, и больше походила на принцессу. Вот здесь им почему-то понадобилось сексуализировать этот образ, но оставим это на совести авторов, да, это уже, как бы, уже не совсем утренник, это скорее попытка дополнительно привлечь какую-то мужскую аудиторию, как-то ее взволновать этим образом, но, честно говоря, вот я со своего детства сохранил вот это ощущение, ощущение Клея, отношение Клея как к принцессе, а вот такой он некой-то благородной, ну, такой возвышенной героини, и поэтому у меня никогда даже в какие-то юные годы не возникало даже мысли относиться к принцессе Лии как к сексуальному объекту, поэтому эта бикини, она мне вот вообще ни о чем не говорит. Я не говорю о том, что Кэрри Фишер, она там сексуально, не сексуально, вообще имеет, она как бы, ну, вот как-то, вот эта роль, роль этой Лии, она просто вычеркнула вообще возможность относиться к Кэрри Фишер как к сексуальному объекту, в бикини она там, или как-то еще, ну, вот не получается, то есть вот секс-богиня в этом отношении вот у нее как-то не получилось, она, ну, она берет какой-то другим, благодаря образу, ну, может быть, это как раз связано, это связано с тем, что, ну, других ролей у Кэрри Фишера особо, ну, как-то не вышло в ее карьере, ну, потому что, допустим, конечно, вот, если уже на ее дочку, условную, ну, экранную дочку смотреть, на Натали Портман, на Натали Портман, конечно, судьба другого рода, она наиграла разного, и, соответственно, да, ее как сексуальный объект можно вполне воспринимать, ее как бы такими эротическими фотографиями, ну, или близко к эротическому, или ее сценами, с ее участием в этом плане, ну, можно, что называется, наслаждаться. А у меня вот с принцессой Ли не получается. Ну, такое тоже размышление вслух касательно моих впечатлений от этого наряда. Вошедши, вроде как, даже в историю, но, на мой взгляд, здесь, в этой истории, в этой саге, совершенно неуместного. Да, оно оправдано сюжетно, что это Джаббахат так развлекался, но, ну, конечно, это потакание, ну, каким-то таким непонятным, не низменным вкусом. За кому они хотели это бикини подарить, и зачем, не знаю, может быть, сама Кэрри Фишер настаивала, что она хочет больше женственности в свою героиню это привнести? Ну, честно говоря, я даже и не уверен. Другое дело, что какое характерное, кардинальное изменение тут случилось с образом Люка, который был не то, чтобы прям вот такой парнишка, такой лопух, чувачок, который с татуина вдруг оказывается посреди звезд и там какие-то подвиги совершает, но, вот, если сравнить его в «Новой надежде» и в «Возвращении джедая», то, конечно, разница огромная, не только связанная с цветом, то есть там он в белых одеждах, сейчас он уже в черных, это, конечно, такой романтический образ. Он уже начал кристаллизовываться во второй серии в «Империи наносит ответный удар», но «Возвращение джедая», вот, наверное, если говорить о каких-то успехах этого фильма, то вполне можно сказать, что вот этот романтичный Люк, он, ну, он впечатляет. Конечно, он не без смеха, то есть это уже такое именно «Рыцарь-рыцарь», получается, то есть это уже не просто становление героя, а он уже герой такой, ну, возмужавший, что удивительно, кстати. Все-таки, как мы понимаем уже из той трилогии приквелов, которую Лукас снял спустя 15 лет, начал ее снимать, то мы понимаем, что вообще-то обучение джедая занимало годы, то есть вот Оби-Ван с этим Энакином, он возился вот, ну, лет 10, получается, когда мы видим Энакина в скрытой угрозе, и вот до мести ситхов, ну, он явно вырос, да, лет 10-то точно прошло, и поэтому удивительно, что все время ему говорят, что ты еще, типа, не дорос, там еще не заслужил, а Лук, блин, Скайокер, значит, он позанимался, условно говоря, всего несколько дней, все это довольно-таки стремительно, он же происходит в империи, наносит удар, потом он, значит, отправляется спасать Хана Соло, после чего сразу возвращается к Йоде, и Йода уже его, там, что называется, особо, ну, тут вряд ли выдам какой-то принципиальный спойлер, Йода уже вообще как-то сдал, вот буквально за день, пока этот Лук отсутствовал, ну, сколько они там в космосе летают, да, ну, хорошо, быстрое передвижение, не то, что он куда-то там свалил далеко-далеко, и, ну, да, он свалил далеко, но быстро, да, учитывая все эти их перелеты межгалактические, межзвездные, вот, и вот эта перемена, что и Йода резко постарел, и Люк так уже все, типа все понял, или Йода ему прям прям в прямом текстом говорит, что ты уже, типа, все знаешь, как же он все знает, вот, что же это за 3D интенсив, такой интенсив, тренировки были, когда вот взял, и уже такой крутой, он там несколько раз побегал вокруг этого болота, в империи наносит ответный удар, с Йодой на плечах, но, а другие-то, как-то, наверное, более серьезно все время занимались, но вот это говорит о таланте, Люк, значит, талантливый сын своего отца, и быстро всему научился, молодец, но это, конечно, не очень тоже реалистично, и, конечно, вот это преображение его, даже внешнее, что он становится уже весь таким, как бы, да, вносозерцательным, ну, такой вот, как бы, юный вертор, какой-нибудь, или, кого еще можно вспомнить, из героев именно романтической прозы, поэзии, и вот здесь такой вот образ уже все постигшего, такого возвышенного юноши, уже даже не юноша, но муж, да, преображение, оно характерное, оно интересное, ну, вот, действительно, если задуматься о том, что оно не вполне логичное, то тут можно и улыбнуться, ну, я, конечно, хочется улыбнуться, потому что он такой весь, такой, прям это, прям вот это даже удивительно, вот, честно говоря, что, ну, как известно, практически всем из «Звездных войн» не повезло с карьерами, кроме Харрисона Форда, у которого как раз все случилось хорошо, а вот как раз, что у Кэри Фишера, что у этого Марка Хэмева, в общем, карьеры-то никакой киношной, помимо «Звездных войн» не сложилось, и в этом отношении даже удивительно, ну, потому что здесь он такой милашка, прям это, играть бы ему, играть, ну, тут явно какой-то такой прообраз будущего, там, Патрика Суэйзи, допустим, да, очень легко представить этого Марка Хэмева в «Призраке», допустим, вот если взять вот этот романтический образ Люка и поставить его в привидение, ну, почему бы и нет, да, но вот как-то, значит, у этого Хэмева не сложилось по разного рода причинам, в которые мы сейчас не будем вдаваться, но вот даже удивительно, даже удивительно, но, возможно, как раз на тот момент, вот эта энергия «Звездных войн», она ушла, как бы, не персонажем, а вот актерам, которые этих персонажей играли, не в пользу, а как раз, ну, в минус, ну, что называется, вот такая жизнь. Что еще хотел сказать? Конечно, нельзя не отметить, вот я уже говорю о том, что Лукас переделывал свои картины даже спустя годы, ну, я все-таки говорю, что это его картина, хотя, опять же, напомню, что формально режиссером числился Ричард Марку Ант, но Лукас, конечно, это считал своим все, и вот в случае с «Возвращением джедая», конечно, заметно, самая очевидная правка, которую наверняка даже многие и не поймут, что это правка, многие юные зрители, которые не смотрели был их версии, но я вот помню еще, когда, значит, вышла уже трилогия приквелов, и вот показывает, то есть, это уже где-то 2005 год, когда этот, я «Возвращение джедая» пересматривал как-то по телевизору, это уже тогда было, то есть, это было сделано, соответственно, при вот реализации, при переставрации, при переделке этого фильма, вот уже где-то в начале нулевых годов, когда вот образ этого Дарта Вейтера, вновь обратившегося, спойлер, в Энакина, этого Скайуокера, и вот в сцене, значит, финальное празднество, где там Йода, Абиван, и появляется этот Энакин, появляется вот именно Хейден Кристенсен, вместо старого папаши, но тут вопрос, конечно, спорный, зачем, почему он возвращается именно в свои молодые годы, именно вот в тот период, почему его Лукас вернул в такое бессмертие именно вот в молодом возрасте, вот именно тогда, ну, подразумеваю, может быть, что именно тогда Энакин как бы погиб, действительно, о чем Йода-то и с Абиваном говорили, что вот этот Дарт Вейдер убил Энакина, ну, вот, и, соответственно, Энакин, возродившись, он возрождается именно в молодом таком виде, а я же, конечно, ну, как и вот мои ровесники, помним, что, конечно, в оригинале возрождался именно такой, ну, не старичок, но такой уже пожилой мужчина, хотя, на самом деле, какой же он пожилой, ну, просто он, конечно, пораненный жизнью, да, как из мести ситков, знаем, досталось ему, вот, ну, по сути-то, ему, ну, сколько, лет 50, наверное, вряд ли больше к тому моменту, а может даже и вам младше, вот, тут можно высчитать при желании, вот, ну, то есть, и вот это был, как бы тот, вот, тот Тор Дарт Вейдер, которого мы видим в финале без шлема, а вот Локас поменял и теперь, в общем, в этом отношении, конечно, скорее, это обидно перед тем, вот, нечастным исполнителем, которого этого Вейдера здесь сыграло и который, конечно, ну, был, был рад наверняка, то есть, он там все ходил в шлеме, а тут, значит, тут в какой-то веке вот, как бы показали без, там, с образом Дарта Вейдера, я уже про это говорил, там есть, в общем, такая путаница, кто чего изображал, в каком фильме и так далее, вот, но, вот, Локас, в общем, был в этом отношении безжалостен и, ну, буквальным образом заменил артиста, да, наверное, тем самым его необычайным образом огорчив, ну, что делать, ну, где-то все равно желающие могут оригинальную, вот, старую версию именно с первым изображением этого взрослого Энакина найти и, как бы, сравнить. Вот, что меня еще, конечно, здесь не могу вот, не порадовать, но в кавычках, скорее, и вновь отнести возвращение джедая к жанру детского утренника, это популярная, наверное, особенно популярная в те годы, и, наверное, эта популярность, она как-то волнами распространяется и на другие годы, десятилетия панфлейта в финале. Это такой, очень характерный такой звук, который я сам в студенческие годы тоже был под впечатлением, но, в общем, этот звук, который, наверное, требует, требует поглощения своего крайне в малых дозах, потому что, по-моему, в Южном парке тоже на этот счет шутили, что, значит, эти звуки панфлейта на самом деле означают, вот, и от чего нас берегут, но, как раз в возвращении джедая в Звездных войнах, ну, как-то они смотрятся, ну, то есть, это вот как такая, действительно, эти звуки, эта мелодия возникает в самом финале, когда добро торжествует над злом, вот такая победа и вот такая радость, и это так как-то неуместно по-сегодняшнему звучит, как-то так, действительно, не то, чтобы мистичково, но вот именно такой ностальджи-ностальджи, что вот еще были блокбастеры со звуками панфлейт и музыка в саундтреке, но вот тоже примета времени, меня она не могла не позабавить. В целом, в целом, да, ну, то есть, если вы смотрите Звездные войны, то вы все равно Звездные войны смотрите, конечно, без возвращения джедая, история не закончена, история неполная, но вот, честно говоря, очень жалко, что она в те годы она заканчивалась вот таким образом. ну, это опять же время диктует и, ну, вот как-то, наверное, вне времени не пройти, ну, вот контекст времени, в общем, от него никуда не деться, но с другой стороны, действительно, замечаешь, о чем я тоже говорил, что все-таки есть ощущение, что оригинальная трилогия заметно устарела, и трилогия приквелов, которую Джордж Лукас уже снимал, вот все-таки во время, как бы, условно, новых блокбастеров, то есть он даже, можно сказать, эту эру новых блокбастеров, не то, чтобы начинал, но как-то там на первых порах к ней вот подходил, но я имею в виду блокбастер уже 90-х годов, там, вот, который характеризуется вот Терминатором 2, Парком Юрского периода, Матрицей, как-то я уже говорил, что как раз Матрица обыграла скрытую угрозу на Оскаре, на Оскаре, получив награды, ну, то есть, как бы, открыв, ну, показав, что пришло время других уже научно-фантастических фильмов, но тем не менее, вот, трилогия приквелов, она уже вот входила именно по своей энергетике, по своей работе с сюжетом, с монтажом, с ритмом, она входила в новый век, именно, да, и поэтому сегодня она смотрится гораздо более свежо, ну, смотрится, как действительно фильм современный, вот, несмотря на то, что им тоже этим фильмом уже скрытые в грозе уже 25 лет, то позже, опять же, как время бежит, но тем не менее, она за 25 лет не утратила своего, вот, актуального, какого-то нерва, ну, сейчас снимают, в принципе, вот где-то так же, а вот, первые, первые фильмы, они, конечно, воспринимаются уже фильмами, вот, давно уже, ушедшей эпохи, мы все равно относимся, конечно, к ним с уважением большим, но, вот, я уже не употреблю, допустим, слово с пиететом, нет, уже, уже можно и без пиетета, да, новую надежду я все равно по-прежнему очень люблю, а вот, как я уже отмечал, и к имбире наносит удар, и к возвращению джедаев, о чем сейчас говорю, отношусь уже гораздо более критически, даже, вот, по сравнению с тем, как относился ранее, вот, ну, вот такие дела, такое мое, сегодняшнее восприятие Звездных войн, вот эту свою серию впечатление о пройденной ретроспективе, считаю, наконец, законченное, спасибо вам за внимание.